Что тут, Буся? Ну кого ты ругался? Пакетик принесли нам. Посылочка. Сидит утка. Ну еще одна должна посылка быть. Так, покажу мои эти, хризантемы. Они нагнулись, у нас дождь был. Видите, как они еще цветут. Классно. Красивоще. Так, посылочка. К тому же жилет пришел. Буся уже смотрит или нет коробочки, да? Мама с тобой вчера убирала все коробочки. Сейчас поедем за лекарством, вон чешется весь. Аллергия задолбала. Так, потом распечатаю. Посмотрим, Бусенок. Жилет для мужа. Он говорит, бери сама носи. Это мужской жилет. Видно, что новенький. Хорошо упакован. То есть никто его не носил предварительно, никто не возвращал. Сейчас я его достану. Классный. Всего лишь 10 долларов. Очень классный. Здесь куча карманов, насколько я поняла. Раз, два, три, четыре. Здесь еще ручку можно сунуть. Сюда может быть какой-то инструмент. В общем, это со светоотражающими такими вот вставками. Нормально. Симпатичный. Он говорит, надевай сама. Я утону в нем. Говорит, бери носи ночью. Ну, нормально. Сюда можно документы, видимо, какие-то свидетельства. На липучке. Нормально. Я думаю, что по размеру ему подойдет. Потому что это планируется вообще-то сверху надевать на курточку. На свитерок. Ну, так, немножко, знаете, похабно сделано. Ну, такая цена. Ладно, не будем придираться. Посмотрите, что он творит. Кто там такой? Зарядка для хвоста, малыш. Всем привет. Посмотрите, как я нарядилась. Как медведь. Значит, вот такая вот теплая толстовка. Куртка. По-моему, это Левис. Теплые штаны. Они на подкладке. Нам нужно успеть пока светло в больницу. Вернее, в аптеку. Ну, и Бусик. Иди сюда. Он сегодня в новой шлейке. И здесь есть фонарик. Вот. Вот такой вот. Так что его будет видно. Модничаем. Да, Буся? Все, мы бежим. Все, мы бежим. Нам нужно пойти получить лекарства. Всем спасибо за комментарии. Почему-то у меня раньше я заходила на творческую студию. И там было написано комментарии. Все комментарии. Вот все, что мне писали люди. Я видела. Сейчас захожу на творческую студию. Там написано «Сообщество». А в сообществе это не все комментарии. Понимаете? Потому что не все люди состоят в сообществе. И как все это изменить, я не знаю. Я в сообществе оставила объявление, что комментарии, которые исчезают, они исчезают не по моей, как бы, прихоти, а сам YouTube блокирует и бросает их в спам на мое рассмотрение. Я такой комментарий оставила именно в сообществе, да, чтобы люди видели. И теперь у меня вместо комментариев, да, там есть такое окошко, комменты внизу. Ну, стоит, например, аналитика, там главная страница, контент, дальше, комментарии. Вот там на месте, где комментарии, стоит сообщество. То есть я пока не видела все, что вы мне написали. Нужно, наверное, идти на компьютер. Все, мы побежали, 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 маленький. Заехали мы в эту больницу, там, где мы обычно лечимся. За лекарствами еще, слава богу, светло. Мне без приключений доехала. Сейчас пару слов скажу. Гусик там нервничает, потому что у него не очень хорошее воспоминание. Здесь его лечили, осматривали, залазили во всякие ушки там и так далее. Неприятные процедуры у него здесь были. Поэтому, я надеюсь, не на инвалидном кресле, там, вместе приземлилось. Завожу машину, выезжаю с нашей улицы. Идет парочка индусы. И такая мачупусенькая чихуахуа. Такая самая маленькая собачка. И они ее, блин, берут, на длинный поводок пускают. Представляете, я их, чтобы объехать, я ехала медленно-медленно. Взяла и деранула колесом бордюр. Вот сейчас посмотрю, или там нет царапин. Ну так мне вообще обидно. Ты почему такой тупой? Ну машина едет. У меня в салоне собака, крыша открыта. Мало ли она кинется на мою собаку. Но это животное, почему это молюська? Ее не видно, я так выглядываю, чтобы она, не дай бог, не побежала в нашу сторону. Сейчас тоже еду здесь вдоль дороги, гуляют с собаками. И одна идет, значит, такая деловая. У нее две собаки огромные, вообще без привязи. Тут дорога, тут я еду с бусиком, да, мало ли мой провокатор может загавкать. Собака побежит на машину. Я просто поражаюсь. И мне так, блин, обидно. Потом я разнервничалась, в результате не там повернулась. Здесь въезда нет. И вот рядом со мной инвалидное место, да, парковка. Короче, идем, надеюсь, хоть лекарства получу. Здесь вот мы гуляем возле этой клиники. 185 долларов я заплатила. 60 таблеток. Я говорю, почему так дорого? Она говорит, на два месяца мы вам дали. Буся, сюда иди. Или муж так заказал, или что. Он меня, наоборот, просил подэкономить до 20-го числа. Буся, иди сюда. Кошмар. Я попробую через страховую компанию оформить все это. Может, они что-то возмещают. Страховка на собаку. Буся, иди сюда. Он тут куча запахов. Он меня вообще не слышит, не видит. Бобби! Я не хочу сюда идти, потому что здесь куча какашек может быть. Здесь собак выгуливают перед посещением врача. И не всегда за собой убирают. Бобби, иди сюда. Я вот думаю, может мне пойти спросить их, есть ли сейчас свободный врач, чтобы уши посмотрел бусику. Но опять же, это та клиника, где нет лаборатории. Но они так чисто визуально определяют болячку. Или уже дождаться дерматолога, я не знаю. Может, пойти, правда, спросить. Это опять же деньги. Бобби, иди сюда. Хочу посмотреть, что тут с колесами. Или я не поцарапала ничего. Вроде бы нормально. Но так наезжать на бордюр, это опасно, конечно. Машина дорогая. Ну его нафиг. Короче, мы решили домой ехать. Да, малыш? Я думаю, что дождемся визита к дерматологу. Пусть хотя бы возьмут анализы у него. Потому что и здесь деньги потрачу, и там потрачу. Все равно, наверное, туда придется ехать. Сколько мы здесь уже лечимся, результата никакого. Ой, кошмар. После 20-го, как я говорила, муж попросил. Потому что на кредитной карточке ограниченный как бы счет. И он попросил меня подэкономить. Потому что после 20-го идет уже перерасчет. И можно делать новые затраты. Короче, дурдом какой-то. О, еще я не сядусь никак. Заехали еще сюда, на эту плазу. Погулять с ним немножко. А почему? Ну, он там покакал. Я залезла, значит, подняла крышку. Там есть такой мусорный бак. Какашки выбрасывать. Кулечки. И мне прямо такой смарат в нос. Что ж затошнило. Они, видимо, его не моют. Либо ждут, пока оно все полностью заполнится. Оно что там стоит все это. Знаете. Это жесть. Мне ж просто плохо стало. Я думаю, сюда еще заеду на чистом воздухе. Погуляю. Боже, как дорого все-таки. Лекарство. Почти 200 баксов. Простой осмотр у врача. 230 баксов. Это если идти к дерматологу. Плюс там еще лекарства должны выписать. Вообще не знаю. Не представляю. Я надеюсь, что страховка нам поможет как-то. Смотрите на баксовка моего. Вот он сегодня с фонариком. Боже, как мне это. Он. Это бэдбой. Иди сюда. Иди. А, чувак. А, собаки, смотри. Фонарик. А, там, блин, собаки идут. Иди сюда ко мне. Там собаки идут ко мне, сказал. Бегом. Что-то у меня голова разболелась в результате. Так что, все говорят сейчас про Трампа. Ждем перемен, да? Будут перемены или нет? Или это часть глобалистской программы? Говорят, поназначал там ястребов, да? Которые раньше высказывались в поддержку Украины. Ну, понятно, я тоже ее поддерживаю. Только когда война закончится. Это же просто страшно, что творится в мире. Вчера очень возмутились по поводу того, что я заговорила про консервы из собак. А почему, собственно? Почему люди возмущаются, что это? Неизвестный факт. Мне тоже так странно. В странах Африки еще и людоедство остается в некоторых странах. Вон сейчас война идет. Что говорят? Люди как мясо. Это тоже уже считается нормой. Человеческую жизнь обесценили. Если, например, в Россию приехали солдаты из Северной Кореи. Они что, будут есть традиционную русскую кухню, что ли? В экзотической для них стране. Чтобы гиарею получить, боже, кто-то меня пипикает, что ли? Естественно, им дали пайки. Традиционные. Если у них в культуре есть... О, бля. Какие-то животные. Что у меня сегодня такая себе поездка? То ли я на нервах. Ой, извините. Поэтому для нас это гико звучит. И да, я за цивилизованный мир. Ну что ж возмущаться-то, а? Если кто-то стремится в цивилизацию, а кто-то, например, продает львов, или там медведей убивает. И все это продает шаманам, чтобы они там занимались своими делами. Всяким колдунам, шаманам, да? Так что я против этого. Человек это не мясо, это собака, это не мясо. Я бы даже сказала, что корова и свинья не мясо. Я мясо вообще не ем. Потому что там плохая энергетика. Энергетика смерти. Хотя муж у меня мясо ест. Собака, естественно, она же хищник. Но людей нельзя называть мясом. И собак тоже, я считаю. Это интеллектуальные животные. Впрочем, как и все остальные. И надо заканчивать войну. Мужу дома. Мужу дома. Мужу дома.